Вы готовитесь к экзамену IELTS, IELTS Speaking, и, скорее всего, возникает вопрос. Часть 1. Как правильно отвечать? Что говорить? Что можно, что нельзя? Какой ответ считается полным? Какой ответ на высокий балл или на низкий балл? Вот на все эти вопросы отвечаю в видео, рассматриваем вместе на конкретном примере, что из себя представляет плохой ответ на очень низкий балл, отличный ответ на высокий балл, что учитывать, когда готовитесь, как правильно отвечать на вопросы и полезные фразы-выражения, которые можно будет использовать в части 1. Итак, рассмотрим ключевые speaking tips-советы, которые я всегда даю своим студентам, когда мы говорим об IELTS Speaking, часть 1. Ну, посмотрим сначала на вопрос, который может звучать на экзамене. Часть 1. Вспоминаем. Это личные вопросы о себе, о своем свободном времени. Они очень простые, зачастую короткие вопросы, требующие ответа yes, no. Как же правильно на них отвечать? Вопрос. What did you do last weekend? Например, мой ответ. What I did last weekend? I don't know. Как вы думаете, такой ответ на вопрос подойдет на экзамене IELTS? Нет, ребята, такой ответ не подойдет. Почему? По какой причине? Во-первых, мы повторили в нашем ответе вопрос экзаменатора. Мы должны сразу давать ответ, не повторяя то, что нас спросили. Ну, а дальше мы закрыли наш ответ тем, что сказали I don't know. Ну, потому что еще для общения повседневного, если мы не сдаем экзамен, в общем, нормально, может быть и такой вариант, если вы не очень хотите общаться. Но если мы на экзамене и хотим продемонстрировать умение общаться на свои личные темы, и это диалог, часть 1 с экзаменатором, то такой вариант не подойдет. Поэтому отсюда tip number one, совет номер один, не повторять вопрос экзаменатора. Частая ошибка, которую наблюдала на реальных сессиях экзамена. Поэтому не повторяем вопрос, перефразируем, отвечаем естественно, натурально, сразу же давая ответ на вопрос, который нам поставлен. Ну, во-первых, как я могу начать с естественных фраз и не делать паузы, исключать варианты по типу. Вот магическая фраза, которая помогает, чтобы начать, если хочется что-то подобрать в голове, называется collect thoughts. Еще одна фраза for collecting thoughts. Подумать, что придумать, сказать. Let me think, let me see, синоним тоже классный. Well, honestly, думаем, что сказать, и подбираем, и дальше какой-то вариант того, что мы делали. Вот это три фразы, которые очень часто можно использовать как ответ на вопрос личный, если вдруг забыли или пытаетесь вспомнить вообще, что было. И это звучит естественно и абсолютно нормально для IELTS на speaking. Дальше. Если, например, я использую такой вариант. Подумаем, почему такой вариант не подходит. Я сразу озвучила вам, что это неправильный вариант. Почему? Ну, во-первых, здесь короткий ответ. Да, использовано let me think. Отлично. I stayed in. И все. And that's it. Ну, в IELTS помним, мы даем не короткие, а развернутые ответы. Пример, что из себя представляет развернутый ответ. То есть мы избегаем коротких ответов. Мы не можем сказать yes, no. Мы не можем сказать какую-то фразу, я сделал то-то, and that's it. Так не подойдет. Например. Well, to be honest, last weekend I decided to unwind and recharge my batteries. I stayed in, sank into the sofa and lost myself in a good movie. The thing is, I am in my final year of study and have a lot of pressure on. So, I really need time to switch off, and I think I managed it. Кажется, боже мой, столько много предложений. Неужели готов собеседник столько слушать на всего лишь ответ вопрос What did you do last weekend? Вот это есть полный вариант ответа, когда мы просто сказали, что мы делали, а потом поясняем, почему мы это делали, что конкретно мы делали, что это нам помогло, и в результате, как я себя чувствовал, потому что я решил это делать. Вот это считается полный ответ на вопрос, когда у вас есть определенный топик, а потом идет explanation и supporting вот этого топик на конкретных примерах. Что сюда помнить, включать? Ну, во-первых, пять журналистских вопросов. Рекомендую хотя бы на часть из них в вашем ответе адресоваться. Например, who, с кем я провел last weekend, when, когда это было, как это было, почему так я сделал, что именно я сделал и где это происходило. Вот если вы будете пытаться отвечать хотя бы на максимальное количество этих вопросов, отвечая всего лишь на один, то есть в вашем ответе присутствуют все эти вопросы, мини-аргументы, то это будет считаться полным ответом. Дальше смотрим. Вопрос звучит. Who was your favorite teacher at school? Why did you like their lessons? Тоже типичный вопрос для speaking part one. Смотрим ответ. Мисс Ирина Иванова. I'm a biology teacher. Well, because your classes were very easy. Как вы думаете, это полный ответ на вопрос, вот исходя из того, что мы увидели на предыдущем примере, что из себя представляет полный ответ? Ну, во-первых, мне нужно сказать Who was your favorite teacher at school? Если спрашивают favorite teacher, значит же, из всех я выделяла этого учителя. По каким причинам я выделяла? Почему именно его уроки были моими любимыми? И я должна предоставить причину, почему они мне нравились. Ну, вариант Because her classes were very easy. Можно, но не хватает все-таки почему из всех выделялся и чем эти занятия нравились, чуть больше раскрыть. Не просто very easy. Например, такой вариант. Еще раз этот же вопрос. Who was your favorite teacher at school? Why did you like their lessons? И вот ответ. Well, our biology teacher Низыванова asked she managed to engage the whole class into her lessons. Although she was rather strict, she presented any material on real-life examples involved us into discussions. Что я делаю? Во-первых, я демонстрирую умение пользоваться непростыми предложениями, а сложными. Это на высокий балл выше 6. Стив, пожалуйста, отличный пример. Дальше. Что еще? Я вставляю сразу фразы-выражения. Я прямо отвечаю на вопрос. Я сразу же говорю. I'll be a biology teacher Miss Ivanova as she... Поясняю почему. As she managed to engage the whole class into her lessons. Сложное предложение. Although she was rather strict. То есть я показала и одну из характеристик и уроков, и несмотря на это другую, и почему именно я выделяла и мне эти занятия в моей памяти на сейчас, я до сих пор помню, были самыми запоминающимися и любимыми. Вот такой вариант будет на более высокий балл у Добаваримой. Что важно помнить? Мы связываем ответ с вопросом. Это раз. То есть если мне задали вопрос и в нем звучал biology teacher, конечно же, я обязательно в ответе буду использовать эту информацию, показывая, что я отвечаю прямо на поставленный вопрос. Я связываю все свои предложения друг с другом. Одно с другим у меня связано. Ну, например, вопрос, вернемся к нему же. What did you do last weekend? Как я связывала в ответе все предложения друг с другом? Ну, например, Well, to be honest, last weekend I decided to unwind and recharge my batteries. Я поясняю, что я делала, а потом говорю почему. Классная фраза, которая помогает объяснить, почему я так делала. The thing is... Вот она фраза, помогающая объяснить. I'm in my file year of studying and have a lot of pressure on. А дальше какая мне фраза, какое мне слово помогает? Linker называется. Показать результат. So, I really need time to switch off and I think I managed it. Я соединила две части в рамках одного предложения с поэтому если мы связываем все в одно целое, если я хотела бы добавить, что я еще делала, то есть кроме того, что я лежала, я еще послушала музыку, еще посмотрела фильмы, вот если я хочу добавить, то мой вариант может быть on top of that и что я сделала еще ко всему тому прочему. Еще одна классная фраза, которая связывает все слова друг с другом. Следующий вопрос, возможный в части 1. Do you have any brothers or sisters? Посмотрим на ответ на вопрос. Они простые и задача наша попробовать из него сделать один ответ и связать, то есть мы потренируемся использовать связки так, чтобы у нас получилось одно предложение, они несколько простые. Вот это все соединить хочу. Как будет выглядеть мой вариант? Что я использовала? Я использовала relative clause. Это выше 6 баллов точно. Если вы вставляете relative clauses, предложения, придаточные предложения, которые относятся к главному и правильно используете в нужном месте, в нужное время, даже в speaking часть 1, а не только в writing, то естественно вы получаете высокий балл за grammatical range and accuracy по конкретной части 1. Поэтому сразу тренироваться, соединять предложения простые в несколько, в одно сложное, это задача на стадии подготовки. Еще один вопрос. How long have you been studying English? Типичный, достаточно распространенный вопрос. Попробуем сами сейчас составить ответ, который будет полный. Если в голову идут простые предложения, сначала напишите несколько простых, попробуйте потом из них делать сложное. Ну а теперь вместе посмотрим, какой может быть вариант. Посмотрим на этот вопрос. Как вы думаете, годится этот ответ на этот вопрос или что-то не так? Объясняю, почему нежелательно такой ответ на вопрос задавать. У меня вопрос о чем? How long have you been studying English? Что мы видим в нашем ответе? I am very interested in English. It's my hobby. I am studying because it's a world language and I hope it will help me to do well in my career. Прекрасный, полный ответ. Да, использовано сложное, даже сложно сочиненное предложение. Но отвечает ли он конкретно на этот вопрос? Нет. Это просто заученный ответ на совсем другую тему. То есть я услышал там что-то про Stading English, дал автоматический ответ. Получили что? Потеряли балл за наш task achievement. Почему? Потому что мы ответили не на поставленный вопрос. Тренируемся, пробуем еще один вариант. Если How long have you been studying English? Моя задача ответить прямо на вопрос. И посмотрим, если этот неправильный вариант, то какой вариант я могу правильно написать, чтобы прямо ответить на вопрос. Попробуем прописать свой полный вариант. Ну и смотрим, какой может быть вариант. How long have you been studying English? I started learning English at school when I was only seven. But the lessons weren't organized very well. I've been studying properly for the last three years, though. Отличный ответ на вопрос, потому что во-первых, ответила ли я на поставленное задание? How long have you been studying English? Да. Сказала, когда. Потом показала, что у меня случилось, почему это было плохо. И дальше показывала уже непосредственно, что сейчас. Вот так можно расширить казалось бы, такой требующий какого-то конкретного ответа на вопрос. Вот так можно его расширить. Ну и что значит speak naturally? Кратко посмотрим на те фразы и выражения, которые можно использовать вначале. Мы уже частично посмотрели. Well, let me think honestly, to be honest, the thing is, все это, то, что также делает носитель языка, показывает, что ваша речь natural. Итак, what are the biggest, the best things about your job? Вот наш вопрос для части 1. Что я сделала сначала? Oh, definitely the people. Я сразу же дала ответ на вопрос, но я не сделала точку и все, что дальше у меня ничего нет. Дальше я продолжаю. Почему people? Я объясняю, почему I'm a people person. Как сказать? Вот идет пояснение. Вот и она фраза полезна. Oh, definitely и ваш объект, который нужно использовать. Какие могут быть еще варианты? Honestly, difficult to say или еще вариант Well, that's a tricky question. И дальше собираемся с мыслями, что сказать? Well, the thing is, I wouldn't say that I'm a people person, I'm a bit of an introvert. И объясняем тогда почему. Well, actually, ну, вообще-то, это если что-то дальше у нас какая-то негативная информация, то после этого, пожалуйста, нужно показатель, это сигнал того, что дальше вы что-то будете говорить противоположное тому, что ожидает собеседник. Well, I think, I guess, думаю, и что я думаю? Anyway, я перескакиваю на другой point в процессе своего ответа, то есть, я сказала 2-3 предложения, anyway, и могу резюмировать. Как правило, после этого носитель резюмирует. Ну, в общем и целом, вот так, неважно, я тебе вот так заканчиваю. Итак, еще раз резюмируем те tips, те полезные советы, которые мы для части 1 speaking сегодня узнали. Не повторять вопрос экзаменатора 1, избегать коротких ответов 2 и отвечать прямо на вопрос. Вот это мы учитываем, когда мы записываем себя на диктофон и потом слушаем, мы контролируем, что мы придерживаемся этих основных правил, этих советов. Ну и самое главное be natural. Чем больше фраз вы черпаете из фраз выражений смотря видео кандидатов, носителей языка, живых видео, смотреть, как они реагируют, как они общаются, какая их речь вживую, вот это все себе выписывать и пробовать, вставлять. Выписали, увидели, ой, как классно, интересно, тут же вставили в свою речь, когда вы тренируете speaking. Тогда вы активируете и делаете это своим. Ну и последний вопрос, который, как правило, задают мне мои студенты, какие же темы обычно встречаются на IELTS speaking часть 1. Ну еще раз, это наша личная информация, то есть тема, которая связана непосредственно со мной, для части 1 инвентарь может быть такой. Your studies, учеба и все, что связано с учебой, учитель, предмет, первый день в школе, незабываемое событие в школе, в университете, какую лекцию ты помнишь до сих пор и так далее. Your previous work experience, если ясно, вы уже работающий человек, у вас уже был work experience в опыте, то об этом может быть. какая работа, где работа, про коллег, о фокусе вашей работы, обязанностях и все с этим связанное. Your current job or your future career plans очень часто, достаточно часто встречается, кстати, так же, как и traveling habits, то есть, куда ты любишь путешествовать, где ты путешествуешь, как часто, любые habits, на самом деле, вот в рамках разных тем социальных, бытовых, они в любом случае будут включены, демонстрация того, что вы можете описать свои likes, dislikes, свои habits, для части 1 обязательно, или там вспомнить, что было раньше, или сделать какие-то прогнозы свои на будущее, только по себе, соответственно, это только планы, мечты, желания. Your family, your home life, это как ваша собственная семья, так и большая семья, и родственники, и ваша жизнь, здесь тоже и рутинная, свободное время, и какие-то прошлые моменты по рутине, по свободному времени, по стране, по городу, по месту проживания, обязательно, hobbies, interests, в моей практике масса вопросов была даже связана, неоднократно встречалась у разных кандидатов, моих студентов, по имени, почему родители выбрали у тебя такое имя, оно такое необычное, и вокруг этого завязывается прямо несколько вопросов, чтобы выявить свое, как вы можете коммуницировать вот на предмет имени или фамилии. Это лишь часть самых распространенных тем, на самом деле, их еще может быть гораздо больше, и вот здесь рекомендация хотя бы по вот этим темам попробовать натренироваться в интернете масса ресурсов typical questions for IELTS speaking part 1 вводите, смотрите, какие вопросы, желательно готовить свои ответы, не заучивать ничего написанного, сразу говорить на диктофон, изучив до этого фразы выражения по этой теме, послушать, что вы из этих фраз выражений, то есть видим мы это family, по family, мембры, за прочим, традициям семейным прочитали, изучили, пробовали вставить, про свой город, страну, место, где живу, фразы выражения почерпнули, country, home, house, flat, вставили в свой speaking о себе, и записывать все на диктофон, слушать себя, что вы используете, пробовать оценивать вашу часть 1 по speaking band descriptors, если вы в такой цепочке будете делать, то самостоятельно можно тренироваться очень хорошо, и даже тренер не нужен, если вы сами планомерно работаете над каждой частью, развитием своих навыков. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!